Пересекать главную магистраль курорта в районе бывшего санатория «Заря» теперь стало легче и, главное, безопаснее. В эксплуатацию подземный переход здесь еще не сдан, но людей сюда уже пускают. Пешеходная подземка отделана гранитом. Есть ливнестоки. Установлены насосы для откачки дождевой воды. На всякий случай, ведь механизмы, возможно, и не понадобятся. Как вы видите, переход оснащен навесом, что препятствует попаданию дождевой воды. Еще одним нововведением является установка лифта для маломобильных граждан. Она гораздо удобнее, чем подъемная платформа, так как инвалид может воспользоваться им самостоятельно. Когда же у нас имеется подъемная платформа, необходим еще дополнительный человек для того, чтобы помочь осуществить подъем или спуск. Этот и другие пешеходные комплексы будут доступны для маломобильных граждан. Это часть городской программы по созданию безбарьерной среды. Ее реализация находится под контролем главы Сочи. В управлении федеральных дорог ждут заключения Ростехнадзора, чтобы объект заработал в штатном режиме. Подобный переход появился и у санатория Орджоникидзе. Он еще не достроен, но тоже открыт для пешеходов. По официальной информации дорожников, на объекте проходят пусконаладочные работы. Преимущества безопасного пути через курортный проспект люди уже оценили. Разумеется, удобно ходить не по оживленному проспекту, а спокойно под землей. Строители обещают официально сдать этот переход в эксплуатацию в конце августа. И потом все силы будут брошены на завершение строительства подземки на автобусной остановке Сочи-Магнолия. Одним из последних на курортном проспекте будут сдавать в эксплуатацию переход на переулке Морском. По первоначальному проекту здесь должны были рыть траншею, но чтобы не останавливать автомобильное движение на одной из главных транспортных артерий курорта, было принято решение изменить проект и прокладывать переход закрытым способом – под землей. При этом строители столкнулись с проблемой переноса большого количества инженерных коммуникаций. Сейчас новые сети уже проложены. Строители планируют закончить работу в сентябре. А через месяц этот объект также заработает в штатном режиме. Всего же в рамках подготовки к Олимпиаде на сочинских магистралях построено 7 новых подземных переходов. А уже имеющиеся 11 отреставрируют.